Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад номер 101 города Ульянска является самой крупной детской образовательной организацией компенсирующей направленности в регионе. Детский сад посещают дети от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями интеллекта и дети с расстройствами аутистического спектра. Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения является квалифицированная коррекция недостатка в речевом и психическом развитии детей. Детский сад расположен в двух корпусах. Первый корпус функционирует с 1988 года, а второй корпус был открыт в 2019 году. В учреждении работает 25 групп. С детьми занимаются опытные специалисты, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи. В каждой групповой ячейке имеется отдельный кабинет логопеда, где проводятся коррекционно-развивающие занятия по адаптированным основным образовательным программам с учетом индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. Детский сад номер 101 работает в инновационном режиме, имеет богатый практический и теоретический материал работы с детьми по лого-массажу и лого-ритмике, по развитию импрессивной стороны речи, в коррекции недоразвития речи детей используется нейропсихологический подход. В 2012-2015 годах детский сад работал в режиме федеральной стажировочной площадки по направлению социализации детей с нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. В 2019 году детский сад номер 101 вступил в программу региональной инновационной площадки по теме комплексное сопровождение детей группы риска специалистами службы ранней помощи. Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения тиражируются в методических рекомендациях, а также в периодических журналах, таких как «Логопед», «Логопед в детском саду», «Старший воспитатель» и других. Педагоги и специалисты детского сада номер 101 транслируют свой педагогический опыт в различных регионах Российской Федерации – в Москве, Санкт-Петербурге, Хакасии, Ижевске, Самарике, Словодске и других регионах. Детский сад номер 101 организует и проводит курсы повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений Российской Федерации и стажировку работников образования Ульяновской области по вопросам социализации детей с нарушениями речи. Мастер-класс по теме «От детского сада к школе. Успешные технологии адаптации детей с расстройствами аутистического сектора» представляет Артемьева Татьяна Ивановна, учитель-дефектолог детского сада номер 101. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я хочу поделиться с вами опытом работы по адаптации и социализации детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического сектора. В детском саду номер 101 города Ульяновска в 2019 году была открыта группа для детей с расстройствами аутистического сектора. Основная цель работы группы – это создание условий для успешной социализации и адаптации детей и подготовка их в школе, а также вовлечение в воспитательно-образовательные процессы. На начало 2019-2020 года в нашей группе было три ребенка старшего дошкольного возраста с 6-7 лет, два ребенка из которых должны были пойти в школу. Для того, чтобы они смогли обучаться в школе, нам необходимо было формировать в них социально-коммуникативные навыки, поединческие, организационные, навыки самообслуживания, бытовые навыки и учебные. Проведя диагностику, мы выявили актуальный уровень развития данных детей. Сейчас вы на диаграмме можете увидеть, что развитие детей находилось на очень низком уровне. И поэтому сначала, чтобы развить у них те навыки, которые им понадобятся в школе, нужно сначала было поработать над навыками, которые западали больше всего на данный момент. Сейчас на слайде вы видите профиль развития нашего воспитанника Антона. Ему 7 лет. На начало 2019 года он пришел к нам в детский сад домашнего обучения, детский сад до этого не посещал, вербальный, понимание речи было сохранено на бытовом уровне, мог сидеть за столом, мог выполнить односложную инструкцию, но сам не мог самостоятельно ходить в туалет, мама привела его к нам в памперсе, не умел играть, не умел имитировать, не было навыков коммуникации. Считался он только протертые пищи из блендера и пил из паэльника. И в первую очередь мы, конечно, стали отрабатывать навыки самообслуживания. Начали мы с освоения использования туалета. Весь процесс мы разделили на несколько этапов. И первый этап – это знакомство с туалетной комнатой. Мы заходили по несколько секунд в туалетную комнату. Если ребенок не проявлял никакого дезодоптивного поведения, вел себя спокойно, ребенок получал поощрение, и мы выходили. И так продолжалось у нас до нескольких минут. После того, как он перестал бояться заходить в туалетную комнату, то, используя визуальную поддержку, по сказке и поощрение, с нашим сопровождением он стал уже сам самостоятельно посещать туалет. В каждой кабинке туалетной комнаты мы разместили цепочку последовательных действий. После освоения второго этапа мы ввели график посещения туалетной комнаты и водили ребенка каждые 90 минут. По истечении нескольких месяцев ребенок уже научился пользоваться туалетом самостоятельно. Одновременно мы учили Антона мыть руки, разбивая цепочку действий на отдельные блоки. Сначала использовали полную физическую подсказку, потом перешли на указательный жест и так до самостоятельной реакции. Одновременно использовали визуальную поддержку в виде цепочки в действии, которую вы видите на экране. После того, как навыки самообслуживания у ребенка были сформированы, это улучшило качество жизни ребенка и его семьи. У ребенка улучшилось поведение, сформировались предпосылки учебной деятельности. Для того, чтобы развить у ребенка игровые и коммуникативные навыки, нам нужно было обучить его имитации. И для этого мы начали работу с манипулированием предметами. То есть учили имитировать отдельные игровые действия. Стросать, включать, выкладывать в ряд. Затем перешли ко второму этапу, это параллельная игра. Выполняли игровые действия, находясь рядом сначала только с педагогом, а потом уже с ребенком. Например, играли в такую игру, построим башню из кубиков. И следующим этапом, третьим, мы приступили к формированию навыка игры в кругу. Поставили целью сформировать навыки синхронного взаимодействия. Участие ребенка в таких играх помогло нам также развить навыки коммуникации и сотрудничества. Результаты нашей работы вы сейчас можете увидеть на диаграмме. И обратите внимание, что хотя мы развивали у него такой навык, как самообслуживание, игру и коммуникацию, то на профиле видно, что показатели во всех сферах у него также улучшились. И 1 сентября 2020 года Антон был зачислен в первый класс общеобразовательной школы. Следующий профиль – это профиль развития мальчика Коли. Мальчику Коли 7 лет. Использовал в речи отдельные слова. Присутствовала их лалия. Внимание речи было на низком уровне. Коли не умело отвечать на вопросы. И были снижены тактильные ощущения. Работу с Коли мы начинали с формирования основ речевой коммуникации. Здесь мы поставили следующие цели. Обучить названием предметов, действий и понятий. Изложить основы, навыки и номинования. Развивать навыки концентрации на задании. Использовались все виды подсказок. Постепенно подсказки убирались, пока ребенок не начинал самостоятельно выполнять задания. В течение учебного года мы занимались обогащением словаря, наименованием предметов и действий. Начинали с названия одной части тела. И когда название было отработано без подсказок, три блока подряд добавляли вторую часть тела. Проведя три блока подряд без подсказок, возвращались к первой части тела. Если ребенок не делал ошибок, отрабатывались названия двух частей тела до усвоения в произвольном порядке. Затем добавлялись новые элементы. Одновременно с первым этапом отрабатывали наименование предметов. Сначала отрабатывали знакомые предметы, игрушки, одежда, посуда. Слали предмет на стол и давали инструкцию. Покажи мяч. Отработав, вводили отвлекающий предмет. И если ребенок четыре раза из пяти выполнял правильно, переходили ко второму предмету. Затем вводили оба предмета и отрабатывали также в произвольном порядке. На третьем этапе ввели картинки с предметами и картинки с детьми. И отрабатывали в том же порядке. И уже на последующем этапе ввели картинки с изображением людей. Ребенку показывалась картинка с изображением человека, а ребенок должен показать и назвать названного человека. Брали людей из ближайшего окружения ребенка. Это педагоги, дети группы или члены семьи. Так как у нашего Коли были снижены тактильные ощущения, и он избегал тесного телесного контакта, не любил прикосновения к себе, и чтобы приучить его к тактильным ощущениям, не вступая с ним во взаимодействие, мы использовали машину для обнимания. Сначала Коли сидел просто между валиками, играл, трогал их руками. Затем в эту игру включался уже педагог. И стал играть с ним, постепенно усиливая чистоту и силу прижимания, но не касаясь ребенка. Через несколько месяцев Коле стало комфортно от прикосновений валиков, и в последующем мы иногда дотратились до него и поощряли его за правильную реакцию. В результате он перестал бояться телесного контакта, перестал бояться покосновений педагогов, и к концу учебного года он сам стал обнимать маму, а позже педагогов. И на фотографии вы можете увидеть нашу Колю, которая крепко держит девочку за родину. Так как Коля у нас общался однословно, и чтобы научить Колю отвечать на вопросы педагога, нам нужно было сформировать в него фразу. Для этого мы использовали фразовый конструктор. Учили Колю строить развернутое предложение, произнося по одному слову с помощью картинки и вербальной инструкции. На всех этапах мы использовали подсказки и подкрепления. Постепенно убирали подсказки, добиваясь самостоятельной реакции. На первом этапе сопоставляли действия, тема и картинка. На втором этапе ввели развлечение действий. Педагог задает вопрос, где собака ест, и ребенок должен найти такую карту. На третьем этапе учили строить предложение по вербальной инструкции. На конструкторе предложений должно быть три или больше отчетливых мест, предназначенных для слова в созданном предложении. Расположив картинки в ячейке, ребенок сначала с помощью педагога, а затем самостоятельно смог проговорить праздник. И к концу учебного года мы добились того, что на школе стало отвечать на наши вопросы с развернутым ответом. Динамика развития ребенка мы можем тоже увидеть на диаграмме. На фоне развития коммуникации и речи у Коли развилась игра, даже появились зачатки первой сюжетной игры. И 1 сентября 2020 года в школе также был зачислен в первый класс общеобразовательной школы. Другая наша воспитанница, Катя, на 2019 года ей было 6 лет, очень подвижная, с полевым поведением, часто убегала, невозможно было усадить ее за стол, не слушала словесные объяснения, смотрела в сторону, не улыбалась. И чтобы начать работу с Катей, нам нужно установить было сотрудничество, вызвать желание и готовность выполнять простые инструкции педагога. И на первом этапе выбирались с нами те инструкции, которые даются ребенку дома. На втором этапе педагог просит выполнить простые инструкции, которые будут выполнены с большей вероятностью. Ну, например, такая инструкция, как «Возьми печенье». Этот этап прошел гладко, очень быстро, и в течение недели девочка стала выполнять наши простые инструкции. На третьем этапе добавляются уже несколько новых инструкций, выполнение которых уже менее вероятны. Постепенно убирали демонстрационные подсказки, чтобы ребенок следовал только устным инструкциям. И по мере усвоения материала инструкции усложнялись, давали менее предпочитаемые инструкции, и на четвертом этапе мы также увеличивали расстояние между ребенком и педагогом. Наблюдая за поведением девочки, мы заметили, что ее много отвлекает в группе, и поэтому был установлен в руководящий контроль, и весь симульный материал был убран в контейнере с плотно закрывающимися крышками. И одновременно в работе с ней мы стали использовать специальный стол-кабинку. Это обычный учебный стол с закрытыми высокими боковыми стенками для того, чтобы ограничить пространство ребенка, что таким образом позволяет снизить тревожность и улучшить концентрацию внимания ребенка. Высокие стенки стола были покрыты специальным мягким материалом. Это позволяло педагогу быстро сменить рабочий демонстрационный материал, использовать карточки визуальной поддержки. Одновременно мы стали применять карточку сиди, жди на коротком промежутке времени, подкрепляя правильную реакцию. Затем увеличили промежуток времени и позже ввели карточку тихо. Через полгода Катя научилась сидеть, заниматься за столом и выполнять инструкцию педагога. Теперь вы можете увидеть на фотографии, Катя занимается с педагогами уже за обычным столом. Следующим шагом нашей работы стало введение карточек и обучение ребенка визуальному расписанию. Было составлено индивидуальное расписание, чтобы выстроить последовательность действий каждого занятия. Структура дала возможность снизить негативное поведение у ребенка и за счет упорядоченности событий, работа и отдых и структурировалась ее деятельность. Благодаря визуальной поддержке у девочки снизилась агрессия, уменьшился крик, появились положительные эмоции и зрительный контакт. Динамику развития ребенка также можно проследить на профиле. На данный момент у Кати улучшилось поведение, появились отдельные звукокомплексы, она стала взаимодействовать с педагогами, работающими с ними, но нам еще предстоит работать над формированием учебных навыков, чтобы за этот год подготовить Кати к школе. Все специалисты, работающие с детьми с РАС, владеют технологиями для работы с детьми данной категории. И сейчас мы предлагаем вам посмотреть видео, где музыкальный руководитель проводит обучение, применяя жетоны. Пожалуйста, видео. Оля, ты пришла на занятия? Будет? музыкальный. Музыкальный. Музыкальный, верно. На музыкальном занятии мы с тобой будем? Да. Вначале, смотри, что мы будем делать? Что делаем? Играем. Играем на инструментах. Играем. Оля смотрит и слушает Наталью Евгеньевну. Это что? Так. Что? Как? Металлофон. Смотри глазками. Есть металлофон? Найди. Найди. Па-па-па. Правильно. 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 Оля играет на металлофоне. На металлофоне. И поет песенку. Я пою. Я колобок. Кала-а-бок. Я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел. К-к-к-к-к. Шел. К-к-к-к-к-кк. И от пола убежал. Металлофон. Правильно. Молодец. Еще раз. Я колобок. К-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к. Я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел. И от поля у меня ушел. Молодец, Поля. Молодец! Бери жетончик, бери жетончик. Бери, жетончик, бери. Доставай жетончик. Молодец, Поля жетончик получала. Хорошо, умничка. Молодец, Поля жетончик. И сейчас на видео вы увидите фрагмент включения детей с РАС в группу детей с ТНР на занятии у психолога. Пожалуйста, видео. Ладошки, ладошки передай. Молодец, какой цвет? Друг другу в ладошки положите. Ладошки, где ладошки? Давай, положу ладошки потом. Ладошки, вот. Вот, или нет? Молодцы, ребята. Важным условием успешной социализации с детьми с расстройствами аутистического спектра является тесная взаимосвязь с родителями, воспитывающей особого ребенка. Поэтому мы обучаем родителей тем навыкам, над формированием которых мы работаем в данный момент. И для обеспечения успешной социализации детей с расстройствами аутистического спектра и равных стартовых возможностей при поступлении в школу мы планируем обеспечить межсетевое взаимодействие с учителями школ, куда пойдут учиться наши дети, взаимпосещение педагогами мероприятий детского сада и школы, просвещение родителей детей с РАС, вопросов готовности к школьному обучению. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Я хотела бы напомнить уважаемым участникам семинара, что в чате можно задавать вопросы для того, чтобы наши коллеги могли на них ответить, если у вас есть такие. И вот сегодня появился такой вопрос. Какая технология или методика, на ваш взгляд, является самой эффективной в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра? Татьяна Ивановна. Ну, при выборе технологий мы учитываем индивидуальные особенности ребенка и подбираем те технологии, которые на данный момент будут ему нужны. Поступил еще вопрос. Какие методы вы принимаете с детьми с нарушением поведения, когда ребенок не может работать, присутствовать нежелательные поведения? Ну, во-первых, надо сотрудничество с ребенком наладить. Во-вторых, мы используем методы поощрения ребенка за правильную реакцию. Татьяна Ивановна, большое спасибо. Мы продолжаем работу, мастер-классы наши продолжаются. И мастер-класс по теме формирования коммуникативных... Если можно, я заключился бы в разговор. Да, и, честно говоря, есть еще вопрос. Вот у меня к Татьяне Ивановне. Татьяна Ивановна, если можно, вернитесь, пожалуйста, в студию. Вопрос вот какой. Дело в том, что сейчас на базе семи площадок по всей России происходит апробация программы дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра. И вот то, что происходит на этих площадках, одна из вещей, которые предусмотрены этой программой и которые реализуются на этих площадках, это как раз индивидуализация. Если можно, коллеги, микрофоны в Ульяновске выключите, пожалуйста. Фон идет. Ага, спасибо. И вот эта индивидуализация, она осуществляется очень похожим образом на то, о чем говорите вы. То есть, действительно, с каждым ребенком проводится диагностика по определенному перечню инструментов, в которые входят, например, и шкала адаптивного поведения Вайланд, и методика ПЭП, и ряд других инструментов. И дальше ставятся индивидуальные цели работы с каждым ребенком. Но поэтому я хотел бы отметить, что вот эта вещь, связанная с индивидуализацией и разработкой индивидуальных программ для детей в группе, которые являются одной целостной группой, тем не менее, на каждого есть индивидуальная программа. Это, с моей точки зрения, очень правильный подход, особенно в контексте того, что происходит с примерной программой дошкольного образования. В отношении того, как осуществляется введение детей в группу, вы сказали два слова, и мы увидели, что сначала эта работа, она, по всей видимости, ведется в индивидуальном больше формате, и дальше расширение идет в групповые формы работы. Я правильно понимаю, что это так происходит? Да, мы сначала принимаем детей, пишем на них индивидуальную программу, дети находятся у нас на индивидуальном занятии, занятиях, а потом мы их уже вводим в групповые занятия. Окей. Ну, дело в том, что традиционное помещение детей разных, самых разных, разнообразных в детский сад обычно происходит известным нам способом, да? Просто родитель приводит ребенка, договаривается с воспитателем о том, что в ближайшие два часа ребенок будет в группе находиться, и дальше уходит. Ну, нам всем известно, что вот такая стратегия, она, бывает, печально заканчивается для всех участников образовательного процесса, начиная от самого ребенка и заканчивая организацией, в которой вся структура работы на эти два часа, собственно говоря, теряется, из-за выраженного дезадаптивного поведения. Ну, вот вопрос такой, правильно ли я понимаю, что тогда, когда к вам входит в группу ребенок с выраженными проявлениями нежелательного поведения, то сначала происходит работа индивидуализированная с ребенком, и только после того, как он в индивидуальном формате начинает сотрудничать, да, вот это ключевое слово, сотрудничать с педагогом, только после этого он специалистами аккуратно интегрируется в группу. Это так? Да, это так, да. Хорошо, ну, спасибо вам. И короткий комментарий по поводу дезадаптивного поведения. Возник хороший вопрос в чате. Я напомню о том, что в чате можно и нужно писать свои вопросы именно во вкладке «Вопросы». Да, коллеги, мы обрабатываем только эти вопросы. И когда мы говорим о дезадаптивном поведении, то, безусловно, работа с нежелательным поведением очень хорошо отстраивается с применением таких методов, как методы из прикладного поведенческого анализа. Собственно говоря, кого этот вопрос интересует, вот в эту тему нужно углубиться и посмотреть, каким образом устанавливается первоначальное сотрудничество с ребенком, каким образом устанавливается руководящий контроль, так, чтобы ребенок начал выполнять, собственно говоря, сначала начал взаимодействовать с педагогом, без криков, спокойно входить в это учебное пространство. И после этого постепенно начал бы выполнять то, что просит у него педагог. Вам большое спасибо. И тогда я снова передаю слово Маргарите Валентиновне. Спасибо, Артур Валерьевич. Мы продолжаем работу наших мастер-классов. И слово предоставляется по теме формирования коммуникативных и универсальных учебных действий как средства социализации ребенка с расстройствами аутистического спектра условий в школе заместителю директора учебной работы школы-интернат номер 16, Пронина Елены Викторовне. Прошу включить фильм. В школе-интернате программа коррекционной работы включает в себя несколько направлений. Во-первых, это коррекционно развивающие курсы, такие как формирование коммуникативного поведения под руководством педагогов, психологов и учителей-логопедов, музыкально-ритмические занятия с педагогом по ритмике и музыке, социально-бытовая ориентировка с учителями начальных классов и классными руководителями. Во-вторых, обеспечивается коррекционная направленность общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности. В-третьих, организуется индивидуальная коррекционная работа как педагогическая, так и психологическая, с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, для которых требуются индивидуальные коррекционные занятия на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий. В-четвертых, специалисты школы-интерната взаимодействуют с семьей обучающихся детей с расстройствами аутистического спектра. Все детки обучаются согласно Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования по разным вариантам, рекомендованным этим обучающимся психологам медико-педагогическими комиссиями. Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в школе-интернате номер 16 в 2017 году создан класс с ресурсными зонами для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. На выделенные денежные средства, на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы было приобретено оборудование для организации процесса обучения, развития, коррекции и реабилитации обучающихся. Интерактивное оборудование, Монте-Сори кабинет, мобильный комплект аудиовизуальных и тактильных средств обучения, набор для повышения сенсорного восприятия, набор игрушек и игр для развития коммуникативных навыков для детей с особенностями. Всем здравствуйте! На 1 сентября 2020 года в нашем образовательном учреждении обучается 16 детей с расстройствами аутистического спектра. Это обучающиеся начальной школы. Все обучающиеся с расстройствами аутистического спектра были включены в общий образовательный процесс. Совместно с учащимися задержкой психического развития вы видите на слайде. Дети распределены таким образом по классу. То есть общая наполняемость класса 12 человек, в них 10 человек – это дети с задержкой психического развития и 2 человека – дети с расстройствами аутистического спектра. Всем обучающимся с расстройствами аутистического спектра в нашей школе предоставляется равный доступ к получению качественного образования. Соответственно, перед школой стоит задача включения каждого ребенка с расстройствами аутистического спектра учебного специального процесса и создания специальных образовательных условий. Именно это обосновывает необходимость создания для таких детей адаптированной образовательной программы. С вашего разрешения я буду пользоваться аббревиатурой АОП, в которой будут определены все специфические условия обучения и индивидуальные планированные результаты, необходимые для конкретного ученика с расстройствами аутистического спектра. Итак, АОП разрабатывается в нашей школе коллегиально всеми специалистами, работающими с ребенком с РАС, в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума ППК. Участие в разработке АОП принимают и родители, законные представители. Разрабатывается он на один год. В нем закрепляется ответственность и регламент деятельности вообще всех участников образовательного процесса. Ну и, соответственно, после окончательной разработки приглашаются родители каждого отдельного ученика для согласования мероприятий по реализации АОП. Каждый специалист междисциплинарной команды, это и учитель-логопед, и учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов, воспитатель, проводят диагностику оценивания не только трудностей, но и сильной стороны ребенка. Особое внимание уделяется уровню сформированности универсальных базовых учебных действий ученика с расстройствами аутистического спектра. Итак, АОП составлен, и, соответственно, для ребенка, ребенок вводится в учебную деятельность. Самой важной проблемой в работе учреждения с такими детьми, конечно же, стало формирование у них коммуникативных универсальных учебных действий, так как именно эти универсальные учебные действия занимают особое место в общей системе универсальных учебных действий. Также важным для нас было определение именно тех универсальных учебных действий, которые мы станем формировать в первую очередь у обучающихся с расстройствами аутистического спектра именно на этапе начального общего образования. Это коммуникативных учебных действий, которые формируются у ребят медленнее всего. Разрешите представить формирование коммуникативных учебных действий на примере конкретных обучающихся нашего учреждения с расстройствами аутистического спектра. Итак, это мальчики, 3 класс, 4 год обучения. На момент поступления в школу не владел вербальными средствами общения, непроизвольно повторял звуки, плоги, для выражения своих желаний использовал нежелательное поведение, кричал, устал. Особенности его физического и эмоционально-волевого развития затрудняли обучение. Они проявлялись в расторможенности, в стереотипиях, в трудностях коммуникации. Он не мог адекватно выражать свою просьбу, отказ, спросить о помощи разных людей. У ученика не было интереса к деятельности окружающих. Он не проявлял ответных реакций на попытки учителя организовать его взаимодействие со сверстниками. Он не откликался на просьбы, обращения, случаях, запрещающих то или иное действие. Результаты уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у него выглядели на период обследования следующим образом. Итак, это первичные результаты. Они были внесены в дневник наблюдения в разделе особенностей формирования универсальных учебных действий. Например, с учетом конкретных примеров трудностей формирования коммуникативных навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми для конкретного ребенка избегал совместной деятельности, даже эпизодически не включался в нее. Далее формулируем цели в АО «Ребенка» по формированию коммуникативных навыков. Например, научиться эпизодически откликаться на инициативу поиграть, на просьбы со стороны сверстников, научиться вести простой диалог в рамках заданной темы, научиться вести продуктивный диалог, отвечать, задавать вопросы. За период обучения ученик номер один научился владеть устной речью, а именно стал использовать простые фразы для ответов на задаваемые ему вопросы. То есть стал вступать в диалог, стал откликаться на свое имя, приветствовать учителей и одноклассников, научился обращаться к людям по имени, в большинстве случаев адекватно начал выражать свою просьбу или отказ, просить о помощи, научился выражать эмоциональную радость и обиду, совместно с одноклассниками участвовать во внеклассных мероприятиях. На уроке «Окружающий мир» смело выходит к доске, показывая и называя на плакатах и других наглядных материалах, требуя информации учителя, называть животных, одежду, посуду, овощи, фрукты. Но свободная деятельность еще все равно носит стереотипный характер. Ученик номер два. Для сравнения, на момент поступления в первый класс этот ребенок читал по слогам, смысл прочитанного понимал, испытывал затруднения в пересказе, на вопросы о прочитанном материале отвечал верно, в тетрадях писал чисто и аккуратно, хотя и допускал ошибки. На уроке успевал выполнить все задания, соблюдал правила поведения. Навыки сотрудничества со сверстниками отсутствовали, общался только с учителем. Свои просьбы не выражал, не отвечал на приветствие, не называл других людей по имени. Во время перемены предпочитал находиться один. На приглашение одноклассников поучаствовать в игре отвечал немым отказом. Не вступал в диалог со сверстниками, со сверстниками отводил взгляд. Не проявлял ответных реакций на попытки учителя организовать его взаимодействие со сверстниками. Уровень сформированности его коммуникативных, универсальных учебных действий на период обследования был выше, чем у первого ученика. Выглядел вот следующим образом, вы видите на слайде. В настоящее время ученик номер два, явный лидер в классе, душа компании, активно принимает участие во всех неклассных мероприятиях, любит быть первым в конкурсах, соревнованиях, не стесняется выступать не только у доски, но уже даже и на сцене, участвуя в постановках школьного театра, самостоятельно организует досуг одноклассников на переменах. Формирование коммуникативных, универсальных учебных действий этих учеников происходило как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Во время урока использовались карточки с опорными вопросами или примерами, темы и инструкции, алгоритмы выполнения определенных заданий, различные иллюстрации для составления задачи или примера. Во внеурочной деятельности их задействовали в кружки и секции, в театрализованной постановке, конкурсы, соревнования. Для формирования обозначенных коммуникативных универсальных учебных действий у этих детей с расстройствами аутистического спектра использовали следующие технологии обучения и сопровождения. Это информационно-коммуникативные технологии, мультимедийные развивающие игры, например, игра «Теремок» помогала обогатить и активизировать словарный запас по теме «Дикие животные», обучить пересказу. Слайдовые презентации помогали обучающимся воспринимать информацию зрительно, наглядно, при объяснении нового материала на уроке, также во внеурочной деятельности, на занятиях у узких специалистов. Фрагменты учебных фильмов – самая популярная технология у детей с расстройствами аутистического спектра, потому что показать или смоделировать встречу с интересным человеком, потому что можно организовать встречу с интересным человеком, посетить музей, провести онлайн-экскурсию. Также мы используем технологии предметных и сюжетно-ролевых игр. Например, для создания обучающей проблемной ситуации используем игры диалоги, почта, школа, которые, игры фантазирования, путешествия письма или зачем людям нужен магазин, позволяют ребенку встроить сюжет на основе творческого моделирования отношений между персонажами, вызывают эмоционально положительные отношения и интерес. Также используем технологии группового обучения и сотрудничества. При этом использовались и следующие формы работы. Это тематические беседы, классные часы, индивидуальные занятия с тьютором, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, групповые занятия с учителем начальных классов, учителем ритмики, физической культуры, педагогом дополнительного образования, соответственные праздники, концерты, конкурсы, соревнования, экскурсии. Вот благодаря такой слаженной и комплексной работе всех специалистов школы мы получили неплохие результаты уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий. На слайде вы видите данные диагностики сформированности коммуникативных универсальных учебных действий ученика номер один на конец третьего года обучения. Все данные на обучающихся с расстройствами аутистического спектра заносятся в дневник динамического наблюдения. Конечно же, нам еще предстоит много работать по формированию коммуникативных универсальных учебных действий, но видимые результаты мы уже имеем. Комплексная работа педагогов школы, которая реализовывалась через урочную и неурочную деятельность с использованием различных технологий, методов и форм при непосредственном участии и поддержке родителей, законных представителей, конечно же, дают хорошие результаты по формированию коммуникативных универсальных учебных действий. Нам есть еще над чем работать, совершенствоваться. Мы открыты ко всему новому, готовы учиться и учить. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Викторовна. И поступил вопрос в чат. «Роль родителей в формировании коммуникативных универсальных учебных действий детей с расстройствами аутистического спектра». Я считаю, что специальное организованное взаимодействие с ребенком в естественных домашних условиях это лучший способ обучения его коммуникации. Поэтому родители должны использовать любые моменты, которые они проводят совместно с детьми в течение дня. Это и прогулки, прием пищи, чтение книг, какие-то гигиенические процедуры, игры, в том числе и на свежем воздухе. Поэтому им намного легче и доступнее работать над этими коммуникативными универсальными учебными действиями именно в домашней обстановке, именно тогда, когда ребенок отдыхает. Я считаю, что, конечно же, родители – это самые главные помощники наше формирование этих коммуникативных универсальных учебных действий. Спасибо, Елена Викторовна. Спасибо большое. Если можно, я со своей стороны тоже добавлю и немножко разовью тему. Дело в том, коллеги, что, ну, наверняка не все знают, особенно те, кто не работают в школе, что такое коммуникативные универсальные учебные действия. Ну, по сути, если сказать простыми словами, то это обычные коммуникативные навыки, которые необходимы нам как в повседневной жизни, так и для обучения. Ну, в качестве таких коммуникативных навыков мне очень понравилась, на самом деле, таблица, которую вы представили на предпоследнем слайде. Вот, до спасибо за внимание. Если можно, вы видите ее, пожалуйста, еще раз на экран. Потому что для того, чтобы понять, каким образом работать над этой коммуникацией, нам нужно в первую очередь понимать, над чем мы планируем работать. И вот этот подробный, да, детализированный перечень разных коммуникативных навыков, которые мы хотим сформировать у детей, чем он более мелкодробный, тем проще нам выстроить работу по формированию над конкретной небольшой целью. Все-таки я надеюсь, да, что появится у нас этот слайд, он был действительно очень наглядным. Да, ну вот, посмотрите, у нас в Федеральном государственном образовательном стандарте и в примерных программах, когда мы говорим о коммуникативных УУД, то там, конечно, эти УУД, они представлены в достаточно общем виде, в виде объемных формулировок. Нет, вот предыдущий слайд был лучше. Ага, спасибо. Вот, и здесь, посмотрите, есть некоторая детализация, то есть мы сужаемся, да, и четче начинаем понимать, что же мы хотим от ребенка. Мы хотим его научить выражать просьбу, мы хотим его каким-то образом научить откликаться на собственное имя, то есть тогда, когда мы называем его имя, чтобы, например, он повернулся в нашу сторону, да, или мы хотим, чтобы ребенок научился выражать радость. Здесь нужна конкретизация, да, каким образом, так или вот так. Тем не менее, вот такие таблицы, они очень хороши, они помогают нам с вами хорошо в работе. Где можно посмотреть такие таблицы? Такие таблицы можно увидеть в методических пособиях Федерального ресурсного центра. У меня большая просьба к коллегам, Елену Владимировну, если слышите меня, дать ссылку на наше пособие, чтобы коллеги могли скачать его, посмотреть, потому что там прямо есть вот эти вот таблицы, которые помогут в оценке и в разработке программы. Второй момент, конечно, нет возможности за 30 минут у участника описать технологию формирования каждого коммуникативного навыка и каждого универсального учебного действия. В ФРЦ есть еще одна замечательная книга, это психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС. И там есть блок, касающийся как раз и дезадаптивного поведения, то, о чем задавали вопрос раньше, и касающийся работы над коммуникативными навыками, в том числе перечень этих навыков и как конкретно их формировать. Если кому-то это интересно, то, пожалуйста, посмотрите. Я думаю, что многие вопросы, они у вас в голове улягутся. И, наконец, что еще хочется сказать по предыдущим вопросам, которые прозвучали чуть раньше. Было два вопроса, на которые мы не ответили. Это первое, как научить ребенка проситься в туалет, и второе, это использование пищевых подкреплений. Если можно, я коротко прокомментирую, потому что, действительно, когда дети попадают в систему дошкольного образования, то нужно понимать, что очень часто при выраженных проявлениях дезадаптивного поведения старт работы может начинаться как раз с пищевых подкреплений, независимо от того, насколько это правильно с точки зрения САНПИНА. И нам нужна какая-то зацепка и какая-то мотивация для ребенка. Поэтому, конечно, в работе с детьми с рас используются пищевые подкрепления, и, безусловно, мы стремимся к тому, чтобы от пищевых подкреплений переходить к другим формам подкрепления. Ну, например, любимый вид деятельности или похвала, или, может быть, жетончики, о которых вот говорили раньше, как генерализованное подкрепление. И вопрос еще один прозвучал, как проситься в туалет. Дело в том, что по поводу туалета есть совершенно отдельный, так называемый, туалетный тренинг. И этот тренинг, он сам по себе может включать несколько часов работы со специалистом, который обучает этому тренингу. Вместе с тем, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что этот вопрос для меня делится в голове на две части. Первое, это просится ли именно научить ходить его в туалет, это один навык. Тогда это туалетный тренинг. Либо научить проситься его в туалет, когда он уже умеет туда ходить. Да? Вот. Это важный вопрос, ну, и нужно его разделить. По поводу таких непростых вопросов, требующих длительного ответа, я вам предлагаю пользоваться ресурсом Федерального ресурсного центра. Вы можете зайти на наш сайт, вы можете задать вопрос, везде есть плавающая плашка такая, задать вопрос и задать свой вопрос. В том числе наши специалисты смогут через скайп-связь провести для вас бесплатную консультацию по тому вопросу, который вы задаете. Потому что сейчас мы, конечно, не сможем сделать подробную детализацию. Вот. Спасибо. Ну, и, конечно, хотелось бы увидеть работу, вот, ту, которая была представлена сегодня Еленой Викторовной вами, потому что хотелось бы увидеть непосредственно, вот, конечно, технологию, как конкретно, да, каждый навык коммуникативный у ребенка непосредственно формируется. Ну, я думаю, что у нас будет такая возможность еще. Спасибо. Есть ли какие-то еще вопросы в чате, на которые мы не ответили? Да, Артур Валерьевич, есть вопрос. Форумов не классной работы образовательной организации по формированию коммуникативных универсальных учебных действий детей с расстройством аутистического спектра. У нас есть вопросы? Да, я думаю, что можно. Сейчас гибко, да? Спасибо. Ну, наверное, вот из-за того, что некрасиво будет сказано, что мы принимаем, стали принимать наше учреждение детей с расстройствами аутистического спектра, у нас возникла необходимость именно формы внеклассной работы сделать карнавал театров. То есть, теперь у нас ежегодно на базе нашей школы среди всех классов, которые мы принимаем, проходит вот такой необычный вид внеклассной работы. И это дает возможность абсолютно всем ребятам участвовать, поучаствовать на сцене, то есть в любой театральной постановке. И, соответственно, когда проводятся конкурсы этих театральных постановок, первый критерий выставления балла за театральную постановку это участие абсолютно всех учащихся классов. Соответственно, это и 10 детей из задержки физического развития, и те детки, которые в этом классе учатся с расстройствами аутистического спектра. Поэтому это очень хорошая форма здесь ребенок может выступить каким-то отдельным героем или совместно с другими, поэтому вот это как раз и является тем, что у него формируется вот этот вот коммуникативный навык общения с товарищами, то есть и в игре, и в постановке театральной. Спасибо, Лена Викторовна, я думаю, что у них есть намного больше форм, давние классные работы, она просто в ограниченное время привела один такой наглядный пример, который дает такую результативность. А мы продолжаем работать с тем,